Что если кто-либо докажет получение нами любых денежных средств, то эти деньги были получены нами без моего ведома. Колумбийцы назвали этот скандал «Процессо-8000». Он повлек за собой цепь событий, которые привели к окончательному закату Калийской империи. Чеппо Санта-Крус так и не вернулся в Нью-Йорк. Без гарантии правительства, что срок приговора будет минимальным, Чеппо решил, что тюрьма для него не лучшее место. И он выпустил сам себя. И пустился на поиски новых партнеров, которые помогли бы восстановить империю. Вы не поверите, кого он выбрал. Дон Чеппо, я обрадовался, получив ваш звонок. Предсказуемо партнерством это не было. Оказалось, братья Кастаньо ждали больших вложений в свое дело, чем хотел сделать Чеппо. Этот альянс быстро умер, и дикий голуб Чеппо Санта-Круза захлебнулся. Пачо Эрера тоже не особо процветал в тюрьме. Кровная месть не имеет конца. А война Пачо с Салазарами сделала его пожизненным врагом Норд-Валли. А что до братьев Родригес Арехуэлла? Политическое давление США и опозоренный президент Колумбии, стремившись доказать, что суров к барыгам, вернули единственное эффективное средство в войне с наркотой. Экстрадицию. Лишенные всех привилегий и вряд ли ждущие новых, они проведут остаток жизни в американской тюрьме. Хорошим людям повезло не больше. Предательство выгодно. Колумбии Хорхе Сальседо был публично объявлен стукачом. Опасность которой он подвергал себя ради успеха нашей операции. И в Штатах, несмотря на все показания о том, что он нам помогал в поимке и осуждении калийских наркобаронов, Хорхе пришлось признать себя виновным в преступном заговоре. И с тех пор Хорхе Сальседо, человек, сделавший больше всех в деле свержения картеля Кали, исчез по программе защиты свидетелей где-то в США. В собственной тюрьме. Продолжение следует...